Контроль знаний. В Бобровске проходит второй этап репетиционного тестирования. Является подготовкой к и централизованному экзамену, и централизованному тестированию. Какая стоимость участия? Пополнила карманы. Главный бухгалтер почти год воровала из рабочей казны. Сколько забрала подозреваемая? Более 4 тысяч рублей. Святые купания. Город готовится к празднику Крещения Господня. Поздравляю вас, дорогие жители нашего города. Какие правила нужно соблюдать при погружении в воду? А также белорусские бренды. Денежная масса. И слаженный механизм. В стране появится масштабная система противодействия кибермошенничеству. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Информационный центр, посвященный единому дню голосования, будет работать с 24 по 26 февраля во Дворце Республики. В нем организуют работу пула экспертов, а также выездных студий ведущих республиканских телевизионных и радийных СМИ, аккредитованных представителей других средств массовой информации. О самой крупной электоральной компании далее. Электоральная компания 2024 станет крупнейшей за всю историю независимой Беларуси. Главный герой на выборах – конечно, народ. Именно он решит, кого наделить полномочиями принимать важные для страны решения на ближайшие пять лет. Гражданам предстоит избрать депутатов всех уровней и сформировать состав Совета Республики. В палату представителей 110 человек, в местные советы свыше 12,5 тысяч. Незыблемый принцип – свобода волеизъявления. Беларусы сами решают, за кого голосовать. Показатели для меня, наверное, самое важное – это когда учтено развитие именно для наших детей, что в перспективе на ближайшее будущее нам пообещает каждый из участников. Очень удобно. Мы сейчас все сверхзанятые, кружки, маленькие дети, поэтому я считаю, что да. Это позаботились о нашем времени свободном, о нашем государстве. Депутат должен быть уверенным, стойким в своем решении, решать важные вопросы государства. Вообще должен быть допорядочным гражданином. Важно участвовать в выборах, потому что это наше будущее, нашей страны, нашей дальнейшей жизни и процветания. Мы видим их на лицо, мы видим, как обновляются фасады зданий, как ремонтируются дороги, как строятся массивы. Мы понимаем, что в этом городе заботятся и власть обращает внимание, уделяет этому внимание. И это приятно. И, конечно, мы будем обращать в бюллетенях внимание на те фамилии, которые сегодня этим занимаются. Количество избирательных округов по сравнению с предыдущей парламентской кампанией не изменилось – 110. Избирателям раздадут разное число бюллетеней. Меньчане, например, получат только два, бобруйчане – три, жители деревень – по четыре. Это обусловлено тем, что сельчане будут выбирать депутатов поселкового, районного и областного советов, а также палаты представителей. В палату представителей, в совет республики, в местные советы депутатов должны прийти люди, которые живут проблемами своей страны. Это не просто прийти и нажимать на кнопочку и одеть значок на грудь, а это значит вместе с ними жить их проблемами, их радостями, бывать в коллективах, встречаться с людьми, проводить приемы. В общем, это огромная ответственность. ЦИК установил несколько форм бюллетеней, которые будут иметь ряд отличий в зависимости от уровня совета и количества кандидатов. На обратной стороне документа по выборам депутатов палаты представителей будет нанесен цветной фон светло-зеленого оттенка. Избирательным правом наделят и тех, для кого Синеокая стала вторым домом. Впервые голосующим будут вручены подарочные издания Конституции. Я считаю, что это обязанность и долг каждого гражданина принять участие в выборах. Я рад, что наконец-то сам могу принять участие в голосовании. Я, конечно, всей ответственности буду подходить к голосованию, потому что понимаю, что от этого зависит будущее моего города и моей страны. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Участки в этот период будут работать с 12 до 19. Проголосовать на дому можно будет только в воскресенье, 25 числа. Всего будет образовано порядка 6 тысяч комиссий, а это около 70 тысяч человек. Законодательство также позволяет дополнительно включаться в списки для голосования тем гражданам, которые не зарегистрированы на территории участка для голосования, но проживают здесь. В том случае, если у гражданина есть документ, подтверждающий его проживание на территории соответствующего участка. От результатов электоральной кампании во многом зависит дальнейшая судьба нашего государства. Кроме того, что депутаты решают проблемы на местах, в постоянном контакте с людьми не стоит забывать. Народные избранники войдут в состав ВНС. И именно за ними будет последнее слово в вопросах национального масштаба. Тайное стало явным. Главбух почти год обворовывала предприятие. Провернула преступную схему 49-летняя бобручанка при помощи ключа доступа к электронному счету агрокомбината. С апреля 22-го по июль 23-го женщина бесстыдно начисляла незаконное средство на свою личную карту. Деньги тратила на погашение кредита за недавно приобретенный автомобиль. Таким образом, она приснила ущерб сельхозпредприятию на общую сумму более 4 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Приятные новшества, эффективная система и торговые дома. Беларусь создаст в России 8 мультибрендовых центров продажи техники. Кто станет агрегатором? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Широкая денежная масса за 2023 увеличилась почти на четверть. Общее количество всех средств в государстве продолжает расти высокими темпами. Беларусские рубли в сбережениях граждан и предприятий по-прежнему вытесняют валюту, причем и наличные, и безналичные, на банковских счетах и депозитах. На 1 января это более 75,5 миллиардов рублей. Беларусь создаст в России 8 мультибрендовых центров продажи техники. Агрегатором станет одна из крупных белорусских компаний МАЗ, МТЗ или БелАЗ, которая будет полностью контролировать систему реализации продукции, а также отвечать за выполнение показателей по экспорту. Трансформация товаропроводящей сети отечественных предприятий – одно из поручений президента. Лауреатами конкурса «Лучшие товары Беларуси» минувшего года признаны 293 продукта, которые выпускает 161 организация страны. Так, в продовольственной номинации в числе топов – 174 позиции, среди промышленных – 35. Образцы качества в оказании услуг – 4 предприятия. Присуждено 54 статуса новинка года, и впервые 37 изделий удостоены специальной награды за успехи в импортозамещении. В стране действуют новые правила приема лиц для получения высшего образования. Теперь медалисты, отличники и те, кто имеет диплом о среднем специальном или профессионально-техническом образовании с отличием, смогут поступить без вступительных экзаменов в региональные вузы на большинство специальностей. Исключение – международные отношения, правоведение, здравоохранение, а также направления с внутренними испытаниями. В марте 2024 в Беларуси появится масштабная система противодействия кибермошенникам. Ее внедрением занимается Нацбанк совместно с МВД и СК. Сейчас осуществляются организационные правовые и технические подготовительные процедуры по запуску механизма. Подготовка к стопроцентному результату. В автотранспортном и аграрно-экономическом колледжах проходит второй этап репетиционного тестирования. Испытания, организованные по 15 предметам за курс общего среднего образования. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Республиканского института контроля знаний, где размещена подробная инструкция. Стоимость за одну дисциплину 9 рублей 90 копеек. В пункт проведения РТ с собой необходимо взять распечатанный пропуск, паспорт, черную гелевую или капиллярную ручку. Репетиционная является подготовкой к и централизованному экзамену, и централизованному тестированию. Поэтому очень важно прийти, посмотреть атмосферу, как заполняется бланк ответов, попробовать, чтобы дальше уже было меньше ошибок. С графиком проведения РТ можно ознакомиться на официальном сайте автотранспортного и аграрно-экономического колледжа или РИКС. В 20-х числах февраля участники смогут получить решение заданий теста. Священное очищение. Православный мир готовится праздновать крещение Господне. 18 и 19 числа бобручане соберутся, чтобы провести традиционный обряд. Принято считать, святая вода поможет смыть себя все плохое. Официальные купели расположены в районе санатория Ленина на месте теплохода и на пляже спасательной станции номер 2 в 6 микрорайоне. В эти дни, в самый день праздника и накануне в Крещенский сочельник во всех храмах совершается освящение воды. Поздравляю вас, дорогие жители нашего города, с этим великим радостным праздником. Желаю вам, чтобы та вода, которую придете и наберете сегодня и завтра, и в эти святые дни на наших храмах, что она послужила вам во спасение души и тела, явилась той водой, которая привела бы вас в Царствие Небесное. Кроме того, для безопасности граждан организовано дежурство милиции, скорой помощи и освод. Будут оборудованы палатки для переодевания, организуют горячий чай и кашу. При этом медики остерегают, людям с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от окунания, нарушения чревата обострения. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Айриан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»